Сегодня я бы хотел поговорить про амбатический рак щитовидной железы. Я бы рассказал ранее. К сожалению, это такой философский вопрос. Мы должны сказать, опять же, немножко вводную информацию. Мы не знаем, будут ли смотреть нас друг за другом, либо по очереди. Если говорить коротко, и позиция современная в онкоэндокринологии, что рак щитовидной железы сам по себе не является паспи-смертельным заболеванием. Это заболевание, которое может очень сильно изменить качество рождения пациента. Это, как правило, послеоперативного лечения, либо после радиотерапии за счет возможных осложнений. Конечно, требовалась своевременная операция, своевременная диагностика, но выживаемые в топ-смертельные железы с, условно говоря, дифференцированными раками щитовидной железы, довольно-таки высокие. То есть она просто не пересчитывала, в среднем она 98% трат 50-летних берегов. Хотя здесь нужно понимать, что нет пациента, что 1-летний, 3-летний до 100%, просто 8% трат 50-летний, потом погибло. Просто мы считаемся редкими, поэтому вот такая история. Опять же, в диагнозах КМКБСЛ-73 входит разный ракет щитовидной железы. Как раз эти 2-3% – это, кстати, самые более злокачественные формы, от которых мы, по чему не имеем, по чему не имеем, по чему мы с вами побывали. Есть такая сложная ситуация, дуриарный рак щитовидной железы. Вот понятность, как бы у вас соединена форма, поможет, когда у вас нервы эндокриненов, которые у вас, возможно, мы с вами даже коллеги. Есть. Есть другие варианты, скажем так, рака щитовидной железы. Если мы говорим про доброкачественный сокодий нервы эндокриненов, то это говорит о том, что вы в метки нём изменены, но не сильно, в любом нервы, отличаются от нормальных и выявляются раками. Но в этой ситуации они понравятся лечению, иерогическому радио, иерогическому радио, иерогическому радио. В дальнейшем АТК может, как бы так называлось, дефект деференцировать. То есть, количество отчетных лимитаций увеличивается, дефект изменяется, и постепенно как раз приходят эти агрессивные формы. Первое – это логично низко дифференцировать, то есть менее дифференцировано радио, похуже лечится на процедурующей текцины, долго живут, и анопластический рак, что видно, выявляется. Это деференцировка тестовидной вообще нет. Это просто набор, смесь различных структур, которые очень агрессивно, быстро делятся. Про это как бы рак, мы и поговорим. Не меняются концепции, это какие-то выучения, что было сказано ранее, но в принципе, в таймском виде диагностики тоже очень много. То есть, по сущим цифрам наших коллег, это 0129 случаев на миллион населения, медианная выживаемость по американским банкам данных – это 3-4 месяца, русская статистика обновлений состоит в процессе этого кодекса, который я сейчас занимаюсь. В принципе, ответ на любые варианты личины, то есть перегрузия, лечевая терапия, лекарственная терапия, в любом варианте, просто даже не изменяя ответы на терапию, чтобы выделить, как поменяться, это примерно 15%. Что важно, что брафтные таксы встречаются под одним разным источником, в 50% случаев, и в этой ситуации мы можем догадиться. Также мы будем заниматься, что с последнего, как и нового, это тот, который ранее был изучен компетенчатый рак, и с того, что он тоже вызвал, касается брафтной таксы, и теперь он тоже посетил платить в 7. И это все нам помогло. Что важно, что, в принципе, у всех революционных парламентах продвинутые учреждения, в тех моментах человек сразу исходит в том, что, к сожалению, жизнь заканчивается, и очень важно подумать о героическом подвиге, для хирургов и какого-то еще. Подождать о том, как это происходит с родственниками, в каком качестве. Потому что, к сожалению, навсегда до сих пор не будет за это говорить. Хирургов, которые могут совершить героический подвиг в этой ситуации, лучше именно это можно сделать. Да, слава богу, не важно. И, в этой ситуации, всякая часть у нас работы была лечить власть, если я не вообще терминологического лечения, но она успела включение этого рака. Ну и нужно понимать, что, да, пациент должен понимать все риски, что им может спасать за любым вариантом лечения, будь то хирургия, лучевая терапия и прочее, да, то есть и понимать, что хоспис – это иногда в этой ситуации самая правильная история. под хосписом мы понимаем, что этим пациентам потребуется, как правило, всегда в дальнейшем трофеостоме, гастроостоме, да, то есть те вещи, которые помогают, естественно, обезболивающей терапии, которые позволят им качественно для привести остатки в бизнес-самбулке. Это не на фикс-сайл, просто очень широкий файл, невероятно демонстрированные, как бы, качественные минимумы для опции, то есть буквально за 2-3 недели у нас все-таки выросли и для них обнования. И в этом и проблема, то есть в данной ситуации, находясь в стандартной варианте мавштизации в любой стране, это всегда работа команды, осведомленность врачей-эндокринологов, радиологов, онкологов о том, куда набрать этих пациентов, что с ними делать, то есть кому их передать. И сейчас, ну мало-помалу, это начинает выстраиваться в нашей стране совместными нашими усилиями всех онкологов и эндокринологов страны, что прекрасно. Что важно понимать, и на что я как раз-таки буду упираться здесь, то, что напирать, то, что все эти раки, то есть очень спорные в плане диагностики, то есть сейчас 2023 год, основные работы все были написаны в 10-х, в 15-х годах, и сейчас только происходит обновление рекомендаций ВОЗ по морфологической диагностике, и в принципе, как бы мы сейчас все больше анализируя респективно данных пациентов, задаемся вопросом, все ли то, что мы считали анапластическим раком, было анапластическим раком, потому что как раз-таки вариативность этих форм увеличивается, и как раз-таки к тому, что эти пациенты могут жить дольше при наблюдениях некоторых больше 3-4 месяцев, все пациенты в наших когортах, то есть порядка 120 пациентов в общей базе трех центров, эндокринологический центр, центр на Фонтанке в Санкт-Петербурге и Пирогово, и институт имени Герцена показал, что все пациентам, которым было сделано патоморфологическое исследование, иммуногистохимия из 125 пациентов с анапластическим раком, им было подтверждено только в 75 случаях, то есть большая часть пациентов как бы это были не те пациенты, и как раз там оказались те пациенты, которые живут дольше, которых соперил, они до сих пор живы, то есть это вопрос тоже как бы эволюции не только лечения, а вопрос улучшения качества диагностики, возможности второго мнения патоморфолога, потому что, естественно, насмотренности в этой ситуации у наших коллег, к сожалению, кроме федеральных центров крайне мало, и в федеральных центрах есть такая история, что люди могут сказать, когда мы таких случаев 2-3 раза в жизни видели, и всё, и это нормально. Поэтому очень важно, это базовая диагностика этих пациентов, а именно, конечно же, это УЗИ шеи, максимально возможное КТ в режиме «всё тело» с контрастированием, ларингоскопия, бронхоскопия, гастроскопия. Для чего это нужно? Для того, чтобы оценить границы опухоли, то есть вариант так называемой резиктабельности, он очень творческий в анапластическом раке щитовидной железы, потому что всё, что для хирурга резиктабельно, может оказаться вообще не резиктабельно в реальной жизни. То есть резиктабельно тогда, когда опухоль не прорастает, гортань, трахея, то есть не прорастает пищевод, у пациента всё нормально с голосом, работают голосовые связки, не прорастают сосуды, нет эмбола в больших магистральных сосудах. Почему это такие критерии? Потому что в этой ситуации есть возможность более-менее в режиме условной радикальности убрать опухоль, сохранив качество пациента. Потому что при инвазии в любые эти органы это приведёт к массивной, огромнейшей операции с резекцией, грубо говоря, жизненно важных органов, потери пищепроводной функции, потери возможности самостоятельного дыхания, исчезновения голоса. То есть на длительность жизни пациента мы никак не повлияем. В смысле нет никакого. Ну и естественно ПЭД-КТ с глюкозой идеально здесь подходит, но опять же мы понимаем, что не всегда есть время и возможность этим воспользоваться. Что важно, это морфогенетическая диагностика. Опять же, очень часто в своей практике мы видим пациентов, которым диагноз анаплаз поставили на глаз, поставили, ну потому что похоже, поставили потому что по пункции какие-то клетки нестандартные, опухоль быстро растёт. К сожалению, это ошибка. Это самая главная ошибка, которая позволяет приводить к тому, что пациенты погибают с диагнозом анаплазический рак щитовидной железы, но на самом деле это не он. К сожалению или к счастью из-за этой насмотренности мы стали очень скептичны в этом вопросе. И естественно есть такая триада, это кор биопсия или трепан биопсия этого образования естественно в стационаре. Получение гистологического материала с возможным выполнением исследования, с проведением непосредственно определения генетики, брав мутации, других таргетных мутаций в ближайшее время. Почему? Потому что в этой ситуации очень часто этим заболеванием может оказаться неопластический рак. Это будет лимфома щитовидной железы, которая лечится вообще не хирургически. Это может оказаться различные варианты плоскохлеточного рака, пищевода, гортани, различные рак околощитовидной железы, о котором сегодня тоже будет сказано. Различные варианты сарком. То есть как правило все, что большое растет околощитовидной железы в шее, для врачей автоматически превращается в онопластический рак щитовидной железы. Что опять же к ошибкам в лечении, и мы не всегда в итоге лечим то, что мы лечим. Если мы говорим про BRAF-мутацию, сейчас уже в 2023 году всё это более-менее валидировано, здесь вы видите стандартную таблицу с основными вариантами определения данной мутации, но сейчас, грубо говоря, мне кажется, во всех ЦАОПах и в принципе в федеральных центрах базовая молекулярная генетика поставлена на поток, и BRAF-мутация – это основная мутация для лечения меланомы и других заболеваний главного мозга, главного опухолевого, поэтому проблем с её точностью нет. Единственное, что иногда бывает так, что мы приходим к тому, что её нужно тоже переделывать, пересматривать, убирать повторный материал, потому что даже если мы не нашли эту мутацию первично, при повторных доборах или уже в удалённой опухоли после операции мы можем тоже её найти, но потому что опухоль гетерогенна, да, на пласт растёт очень быстро, какие-то участки будут, изменены какие-то не будут. Наша такая стандартная таблица про мутационный портрет рак щитовидной железы, довольно-таки много мутаций встречаются в этой жизни, да, у них, то есть это при папиллярном и фолликулярном раке мы видим целый набор мутаций. Почему они выделены? Выделен анапласт, потому что, в принципе, все мутации папиллярного и фолликулярного рака щитовидной железы могут быть в анапласти, то есть то, что написано ТРТ-БРФ, это недалеко не правда. И особенность такая, что при анапластическом раке щитовидной железы нет какой-то ведущей мутации, в отличие от других вариантов, да, то есть если мы говорим там, БРФ мутированный попиллярный рак, там только БРФ мутация, или там РАС мутированный фолликулярный, там только РАС мутация, и это какая-то такая прям морфологическая особенность характеристики. Анапласт представляет собой такую сборную сырянку из всего котла, да, поэтому в этой ситуации могут быть ответы на мутации, могут быть не ответы, до сих пор все это изучается. Вопрос как раз-таки с иммунотерапией тоже, при персонале сонапластическим раком, тоже до сих пор обсуждается, потому что не всегда удается получить качественный ответ и в этом случае, и как раз-таки из-за такой разнородности это тоже плохо. То, что я ранее говорил про дедифференцировку, да, это такая наша таблица сводная, о том, что под действием различных мутаций соматических клетки меняются, переходят в различные подтипы рака щитовидной железы, и постепенно, да, и с высоко дифференцированной переходят в низко дифференцированной, и под действием уже мутации TP53 и Терт, они превращаются в энопластический рак щитовидной железы. И как бы это нужно понимать, что в принципе здесь в итоге очень много мутаций возможных, но к сожалению, реально полезных мало, да, то есть если мы говорим про, это была такая научная часть нашей работы, нашего доклада, да, это уже больше прикладная. Если мы говорим про прикладную работу, то реальная мутация одна единственная, которая здесь является рабочая лошадка, это бормутация BRAF V600E, под нее уже как бы в принципе одобрено ряд препаратов, основной из них доброфенип, доброфенип, траметинип, почему написано перспективно, почему немножко переделан слайд, как у прошлого коллеги, был просто скопирован. Тут нужно понимать, что мы все люди в любой стране, и это американский слайд, да, и то здесь некоторые препараты заочно включены, были в рекомендованные, да, доброфенип, траметинип, включен в восемнадцатом году, когда был опубликован 1-2 пациента, но были настолько ошеломительные результаты, что как бы не было других вариантов, поэтому поставили. Такая же история с НТРК ингибиторами, РЭД-5TC ингибиторами, в этом году был опубликован первый пациент, которому помогла НТРК терапия, по РЭД-5TC тоже во всем мире опубликован один кейс пациента, которому вроде как помогла, с анапластическим раком, которому помогла эта хоть как-то терапия, то есть, что она прям классно работает, никто сказать не может, ну, то есть, это лучше, чем было, чем что было до этого. Пембролизумаб, есть единичный пациент в Российской Федерации, судя по тому, насколько он эффективен, мы не можем сейчас, потому что небольшая выборка. Паклитоксилка, карбоплотина, другие классические химиотерапевтические препараты, это, ну, когда мы ничего сделать не можем, но она, грубо говоря, вопрос тоже, что мы лечим, и требует дальнейшего пересмотра, потому что, как я говорил ранее, современная диагностика говорит о том, что и от анапластов, это не анапласты, возможно, то, что они работали, связано совершенно с другими заболеваниями, то есть, при плоском раке вообще отлично лечится, ну, то есть, эти препараты прям работают, платино всегда замечательно идет. Ленвотиниб, стандартный препарат для йод-резистентных раков щитовидной железы, VGF-ингибитор, то есть, по-русски, он просто разрушает сосуды опухоли. Классные результаты можно получить на этом препарате в лечении анапластического рака, но пациент может очень быстро умереть, потому что, поскольку разрушаются сосудистые все русла в опухоли, пациент просто опухоль уменьшается очень быстро в размере, но поскольку, как правило, все эти раки вырастают куда-то, это может привести к массивным, серьезным кровотечениям. Сейчас есть ряд позиций. Ранее японскими коллегами было опубликовано, что данная комбинация не рекомендована, сейчас происходит пересмотр, также в комбинации с иммунотерапией. Пока мы ждем результатов, да, это довольно-таки сложная в организации схема, поэтому если она будет успешна, в дальнейшем мы, конечно, попытаемся ее имплементировать в нашей стране. Брав мутации, опять же, про философию этой терапии, то есть так называемая agnostic-free мутация, когда значит agnostic-free, то есть на следующий момент нам не важно, в каком органе она располагается, если она есть, мы имеем право ее назначать. Разные локализации, опять же, показали ответ как частично, так и полно на данную терапию. Самая тут легендарная публикация наших коллег из Memorial Sloan Ketter, нет, из MD Anderson, Техас, там самая большая группа в Америке по лечению данных заболеваний, они впервые как раз-таки провели, брав таргетную терапию, публиковали свои результаты, да, на фоне того, что все пациенты реально умирали через 3-4 месяца, как бы это был, по-моему, такой хороший разрыв шаблонов. Естественно, мы очень долго всем показывали этот слайд, наши коллеги, естественно, были первыми сторонами, кто попробовал это сделать, их пациент не видел на терапию, нам повезло немножко больше, но мы на этом не остановились. И, как я сказал ранее, просто сейчас работа находится, не все работы опубликованы, поэтому не все слайды можем выкладывать, к сожалению, я пока можем только слайм рассказывать. Все в работе, да, то есть у нас суммарно сейчас есть 75 пациентов с доказанным ампластическим раком щитовидной железы, у 15 из них была проведена таргетная терапия ингибиторами BRAV-МЕК, да, и это как бы очень такая репрезентативная выборка, учитывая редкость этого заболевания. Что хочется сказать, что тут очень, на самом деле, интересная история, мы очень, скажем так, старались, чтобы это было точно поставленный диагноз, проверяли BRAV-мутацию, то есть здесь как бы не было вопросов. И тут очень интересный момент, почему эти пациенты умерли, да, то есть вот мы видим, что самый длинный фоллоуап 35 месяцев пациентка до сих пор жива, мы сегодня про нее немножко поговорим быстро. Вот, есть пациенты, у которых было, у двух пациентов был полный ответ, есть пациенты, у которых был частичный ответ, они до сих пор живут, да, есть пациенты, у которых стабилизация, они до сих пор живут, и пять пациентов, которые нас покинули уже из этой группы, то есть одна треть, два пациента, потому что было выявлено прогрессирование сразу, то есть ответа на терапию не было как такового, да, и этих пациентов не было, где убрав мутации, они ушли из жизни, все понятно. Вот три пациента, которые погибли, погибли по разным глупым причинам. Пациентка, которая вот желтая с черным, да, самая длинная, она погибла из-за того, что как раз таки это тот кейс, который мы опубликовали после наших коллег. Пациентка систематически отменяла терапию, ну то есть на фоне проведенной терапии был ответ, было выгодно хирургическое лечение, в дальнейшем терапия продолжалась, все было классно, все замечательно. Но комплайенс пациента очень сильно влияет на любую терапию. Пациентка самостоятельно отменяла препарат, хотя он выдавался спокойно совершенно, в Москве это было, мы очень благодарны Министерству за выхода Московской области за это, да, как бы, но когда-то отменяла опухоль прогрессивок, она возвращала опухоль, уменьшалась в размерах, убрав мутированных опухолей, есть такая особенность, как бы в один момент просто взрываться, да, давать экспрессивный рост, и человек уходит из жизни. Вот, что с ней произошло. Но однако она все равно прожила порядка 25 месяцев, да, то есть что много. Два пациента, которые тоже погибли, один из-за того, что на фоне стабилизации отменил препарат, а один, потому что тоже это уже вопрос для наших медицинских коллег, это тот факт, что мы пришли к тому, у нас есть такое негласное золотое правило, что эта терапия проводится три месяца. Если за три месяца ответа опухоли на терапию нет, ну мы сделали все, что могли, чудо ждать не приходит. Но бывает самое обидно, когда прошло три месяца, опухоль ответила, она не ушла и не пропала, она стала просто операбельна, как бы пылес какие-то возможности что-то с ней сделать. И вот тут как раз нужно принимать решение, либо оперируют, либо нет. И в ходе отработки этой методики, тактики, всего остального химиотерапевтами из наших клиник, где мы работаем вместе, был один классный ответ, то есть частичный ответ на терапию, да, там таргет, да, все прекрасно, по КТ все замечает, надо, ну давайте продолжим, продолжили. Четвертый месяц прогрессирования, да, человек нас покинул. Вот, поэтому тоже, естественно, есть другие случаи, мы когда про них говорим, поговорим тоже, когда эти прогрессирования не так, как бы, агрессивны и чисты, но в целом три месяца это такая уже выверенная история. Пожалуй, самый главный слайд для нас, да, мы уже официально публиковали статью в этом году в журнале опухоли, головы и шеи с некоторыми результатами нашей научной работы, да, то есть мы видим четкую разницу в общей выживаемости у пациентов с таргетной терапией, у пациентов без таргетной терапии с пластическим раком щитовидной железы, что хочется подчеркнуть, то есть любые варианты, вот 60 пациентов с любыми вариантами комбинации, только хирургия, лучевая терапия, хирургия с химиотерапией, лучевой терапией, да, то есть в этой ситуации такой общий набор, сэмпл, но как мы увидим, что большой разницы нет, да, к сожалению. И пациенты, которые как раз таки были с таргетной терапией, тоже в различных комбинациях, но это уже в дальнейших наших работах будет освещено, да, ответить совершенно по-другому, да, то есть медиана выживаемости в среднем была 17 месяцев, да, то есть это как бы уже похоже на вообще другие заболевания, то есть с этим уже можно работать. Тут тоже нужно понимать, что по нашей статистике, то брав мутацию было вылина только в 40 процентов случаев в наших когортах, да, то есть мы можем помочь по факту одной трети пациентов. Работа, про которую было сказано в ранних, в предыдущей презентации, да, мы опубликовали первую работу пациент, который ответил на таргетную терапию, про лечили ее в трех центрах, и это послужило поводом для создания этой общей нашей базы данных, с которой мы сейчас работаем, как раз таки совместно тремя центрами, вот, но, к сожалению, он нас покинул по причине нарушения комплайенса. Работа, как бы, скажем так, Слепцова и Ливаевича, это оставатель этого направления в клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова, мы как раз работаем с этим отделением вместе, да, пациент обратился вот с таким заболеванием, с такой клинической картиной, на фоне проведения таргетной терапии через три месяца получен вот такой клинический ответ, да, то есть опухоль просто исчезла, да, и было проведено хирургическое лечение, в ходе которого, что самое интересное, клеток анопластического рака щитовидной железы получено не было, патоморфоз четвертой степени, в другой доле найден рак щитовидной железы, который не ответил на таргетную терапию, да, то есть возможно, мы предполагаем, был каким-то вариантом источника анопластического рака, либо это просто со-состояние, тоже это пока, мы не можем точно утверждать, тут мы дальше дорабатываем эту гипотезу, вот, но важно то, что, то есть пациент, ей повезло то, что клетки были всем, грубо говоря, в рахмутированы, ответили на таргетную терапию и, как бы, вот такие кейсы бывают. Кейс, который закончился немножко по-другому, да, то есть пациентка неоперабельная была, в принципе, изначально, на фоне пациентка порядка, по-моему, 80-76 лет, чтобы не соврать, в ходе проведения, была, значит, таргетная терапия по месту жительства в Москве, получала, пропала с радаров, я начал готовить другую презентацию, решил просто позвонить родственникам. Обычно, если тебе никто не звонит в этих ситуациях, ты понимаешь, что, скорее всего, пациента уже с нами нет. Пациент, слава богу, она была жива на тот момент, как раз-таки, в 22-й год, и вот мы видим, что в динамике, да, опухоль оставалась неледиктабельной, но у пациентки вернулось к качеству жизни, пациентка смогла спокойно, самостоятельно питаться, дышать, да, то есть у нее было незначительное проявление, там, нежательных явлений, токсичности кожных и всего прочего, то есть ей никак жить не мешало. Через два года после начала терапии, в этом году, в декабре или ноябре, у пациентки началось прогрессирование, да, то есть это образование выросло, мы пытались уже там что-то переделать, подумать, ничего не получилось, да, она ушла из жизни, вот, но однако же, да, то есть мы понимаем, что у пациентки было два года, и это было прекрасно, что и родственники-то понимали, да, то есть не сказать спасибо за эти два года, что пациент провел с нами, то есть, ну, это как бы вот так, мы здесь тоже, здесь можно было совершать хирурические подвиги, но это была бы не та жизнь у этой пациентки, скажем так. В заключение, да, то есть мы можем сказать пока что точно, что схема лечения ингибиторами BRAV-MEG представляет собой перспективный вариант комбинированной терапии для пациентов с данным заболеванием, то есть сомпластическим раком щитовидной железы, демонстрирует высокую частоту ответа, как бы, и вообще пролонгированный ответ вот этой всей истории. Однако, однако, да, мы должны понимать, что сейчас мы можем очень долго копировать работы наших коллег, пересказывать их друг к другу, но, к несчастью, все эти монокейсы, моно-случаи и какие-то удачные истории, они при, ну, скажем так, раскапывании своем, да, подразумевают очень много разных деталей и нюансов, и только располагая своей базой данных, своими пациентами, как бы, мы можем, вот, на примере это идет какие-то выводы, очень много нюансов, мы хотим продолжать в этом работе, поэтому, уважаемые коллеги, да, то есть, там, центр, энергетический центр института имени Герцена и клиника высоких институтов и технологий имени Пирогова, мы готовы работать совместно все, как бы, помогать нашим пациентам, вы можете с нами связываться в случае амортизации, непонятных вопросов, как бы, там, может связаться со мной, как с замковрача по онкологии энергиологического центра, и мы будем заниматься этими пациентами, думать, что дальше. Спасибо большое.